Деда-самарца Игоря Сластенина Ивана чекисты забрали поздно ночью в 37-м году. Сапожник публично высказался на тему политики и экономики СССР. Иван Сластенин из лагерей не вернулся, умер там в 43-м году, когда его сыновья воевали на фронте. Они и их дети еще долго носили клеймо родственников врага народа. В день памяти жертв политических репрессий Игорь Сластенин и другие жители Самары пришли в парк Гагарина к памятнику Спас. Вспомнить и своих родственников, и всех тех, кто пострадал в те времена. Многие, даже потомки, сыны, внуки, они не знают, где находятся могилы, где косточки наших дедов и отцов. Поэтому вот, ну, сюда надо прийти, помолиться, чтобы попросить у них прощения. Скульптура, расположенная рядом с девятью безымянными братскими могилами, в которых похоронены жертвы политических репрессий 30-40-х годов. Тогда здесь располагался расстрельный полигон НКВД. Вспомнить без вина погибших пришли десятки людей. Простые жители города, первые лица, общественники. Все они говорили, память лучше лекарства от прошлых ошибок. И обязательно нужно делать вывод даже из самых тяжелых этапов истории. Только тогда можно строить спокойное будущее. Но сравнивая величайшие достижения нашего народа в 20 веке, победу в первую очередь, стройки, которые провело наше государство, социалистическое государство, тем не менее мы говорим нашим детям о том, что были и тяжелейшие времена репрессий. Без этого нельзя рассказывать о нашей истории. Это самое святое, потому что историю нашу должны знать все. Именно правдивую историю, которую забывать ни в коем случае нельзя. В завершении акции ее участники возложили цветы к памятнику. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.КулX